Вы здесь собрались не просто так, вы хотите и желаете сделать красивую, действительно достойную свадьбу. И мы вам в этом поможем. Стать участниками проекта «Свадьба за 9,5 месяцев» хотели многие. Но с каждым этапом претендентов становилось все меньше. И в итоге до кастинга дошли 4 пары. По условиям конкурса только одна получит свадьбу мечты. В наших сериях, в нашем проекте мы поможем другим молодоженам или тем, кто планирует пожениться, не запутаться во всех свадебных трудностях, тонкостях и сложностях, с которыми сталкиваются молодые люди. Организаторы позаботятся о том, чтобы эти 9,5 месяцев стали самыми яркими для жениха с невестой. Все свадебные хлопоты на себя возьмет студия Ксении Марченко. Сумму, которую готовы вложить потенциальные молодожены на свой пир, организаторы и партнеры проекта утроят. От молодых потребуется только открытость, так как за их подготовкой к самому важному событию будет следить весь город в эфире 8 канала. Будет круто, я уверен, будет круто, потому что у нас, во-первых, студия Ксения Марченко, которая провела огромное количество свадеб, у нас ведущий Дмитрий Гавриков, который провел большое количество свадеб на хорошем уровне, ну и, конечно, наш генеральный партнер, которому, может быть, большое спасибо, это компания «Ренессанс Актив», застройщик нового жилого комплекса «Академический» в пригороде Владивосток. В общем, с такими партнерами свадьба будет крутая. Кастинг – отправная точка проекта. На нем участники должны раскрыться и заинтересовать жюри. Сергея Савина, главного редактора 8 канала, и Ксению Марченко, руководителя свадебного агентства. Всего организаторы подготовили три этапа для конкурсантов. Этап номер один – это знакомство. Вам, как только я вас объявлю, нужно будет выйти сюда и, глядя в глаза или на камеру, представиться, как вас зовут, что вы хотите от свадьбы. Мы ждем от нашей свадьбы того, что она будет веселая, замечательная. Главное, самое главное, что она будет запоминающаяся для всех наших гостей. Мы хотим, чтобы наша свадьба была такая же жизнерадостная, чтобы улыбки были у всех. Как я представляю свою свадьбу? Зажигательную, пышную. Так, чтобы гудела на весь Владивосток. Для одной девушки кастинг вовсе стал полной неожиданностью. Екатерина Владимировна, хочу задать тебе единый вопрос. Будешь ли ты моей спутницей, избранницей на всю оставшуюся долгую и благополучную жизнь? Выдержи за меня замуж. Не догадывалась до самой последней минуты. Давно хотели. Разговор в любом случае был, но именно самого предложения самых главных слов не звучало. От лирической ноты перешли ко второму этапу. Всем известная игра «Крокодил» показала, насколько пары артистичны и как хорошо они понимают друг друга без слов. Семейный очаг. Правильно. Еще одним приятным испытанием для пар стал первый свадебный танец. Семейный очаг. Это был последний этап кастинга. Но все пошло не по плану. Жюри неожиданно решило добавить еще несколько туров. Чтобы лучше понять участников, их попросили рассказать истории знакомства и спеть любимые песни. Познакомились, в принципе, обычно выходным вечером, в субботу, находясь в кафе, я увидел Екатерину. В самом деле такое впечатление, что знал этого человека всегда. Выезжая с его двора, заметил Вику. Точнее, как бы сказать, притерся прямо. Я на своей машине, она на своей. Изначальный игр мне вообще не понравился. Я позвал тебя с собою и назвал своей судьбою. Ах, какая женщина, какая женщина. Кастинг стал испытанием не только для участников, но и для жюри. Сделать выбор в пользу одной пары, Сергею и Ксении, было очень тяжело. Но они приняли решение, которое удивило всех. Мы решили делать все гораздо крупнее и масштабнее, гораздо круче. Все просто. У нас не один победитель, а два победителя. Это пара Игоря, Екатерина, Евгения и Ксения. Ваши аплодисменты! Идите сюда. Вы, идите сюда. Всех, кого назвал. Давайте. Мы пришли к абсолютно не тому, к чему собирались, в общем-то, в начале. Мы планировали выбрать реально одну свадьбу и сделать реалити с одной парой. Но мы зашли в тупик, в очень жесткий, и мы не смогли определиться. И приняли решение делать две свадьбы в онлайн-режиме. Это будут абсолютно два разных концептуальных проекта. Будут работать два абсолютно разных менеджера. Мы будем подбирать абсолютно разные команды. С обеими парами будет подписан договор, по которому организаторы обязуются выполнить свою задачу. Организовать свадьбу мечты за 9,5 месяцев. Но и победители должны соблюдать все условия. Вы готовы к камерам? Что вот с вами, естественно, будут камеры. Это интересно очень, мне кажется. Кому интересно, я вот, конечно, камерам не очень, но ничего, привыкну, думаю. 9,5 месяцев все-таки это срок, можно сказать. 8 июля, в День семьи, любви и верности, на весь Владивосток прогремят две свадьбы. А какая из них выиграет суперприз, решат зрители 8 канала. Реалити-шоу «Свадьба» за 9,5 месяцев начинается прямо сейчас. Алина Черненко, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.